так всем ребят привет в общем opel начали opel терзать в общем вот такой вот инструмент мне понадобился для снятия бампера и для высверливания этих штук управляющих высверлил только три остальные мне не мешают почему их выстрелил потому что вот если они вот так вот раньше стояли они отмешали очищать коррозию вот тут блять все сгнило нахер чертям собачьим вот отваливается вот так это все со вспышкой гораздо прикольнее выглядит вот здесь так вот внутри это выглядит сейчас как это да погружаемся в недра титаника смотрим вот так вот там это все выглядит на как скоро тут будет дырка как вы думаете ваши ставки там вот все сгнило нахер ну не сгнил как бы заржавела да будем честными а вот здесь все цело почему так потому что вот скорее всего она сюда залетает через эту щель через эту щель так ладно ведь кстати коррозия внутри не такая сильная как снаружи так такая же хероина с этой стороны высверлил я заклепки красить так под ребрышка нет будет 20 краска вот завод так ну-ка здесь у нас у нас здесь типа то же самое должно быть да мы сейчас посмотрим аналогично я даже понял почему эти почему вот только сейчас понял а потому что вот этот сука подкрылок падла сейчас я тебя вытащу покажу он видите натирает это блять заводская загвоздкой дефект или вредительство называется я не верю что кто про это не знал аналогичная ситуация страны видите оп и оп вот так капелек себя чувствует неприглядно картина если честно интересно он же раньше неплохо чувствует остальном в принципе неплохо так нету прям какой-то дичи штуку убираем сторону все она нам не мешает блин о это бампер овощи из этих трех открутилась только верхняя к тому же тут они под эти суки под шестигранник под маленький то есть никакого усилия ничего под этот второй или по третий что это такое как можно так две стороны делаем бампер снял вон он лежит сейчас по порогам я показывал девственность нарушена вашу горит доню вскрыли до меня вот так вот свои грунта желтенького серой краски как это все вообще не держится помощи не держится блин вообще какой-то ужас ужас и кошмар так в общем сказали еще поменять точнее поменять а как бы вам сказать в общем вот такая вот хрена тени здесь что это такое под ребро что ли красили под это а почему а зачем чтобы не демонтировать следы окраса раз следы окраса 2 следы окраса 3 и вот тут среды окраса 4 так вот тут вот у нас пилочка авторевизор любит говорить пилочка везде присутствует так что тут о следы касание крыла крыла об дверь крылом здесь что-то похоже такое да не знаю ладно при этом при всем давайте-ка будем посмотреть так здесь нету здесь вот уже ой 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 что здесь такое что-то здесь такое прямо что это такое шероховатое чё-то так здесь вот полосочка так вот видно да я не как бы не пытаюсь там чью-то работу чему-то просто я пытаюсь смотреть что тут такого интересного было так это крыло значит видите вот такое вот красивое и некрасивое кому как вот что-то тут до хрена всего интересного вот тут вот видно шпакля грунты так что тут еще интересного какая-то сетка такая вот здесь какие-то вздучие ну как вот это вот как вот это делать вот как ой что такое вообще какая-то хренатень так дальше смотрим здесь вот все подвздулось здесь что-то попало хрена знает историю этих событий так ну-ка 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 блин я вот смотрю да бля буду дверь-то крашеная конечно вот здесь вот шагрень такая-такая-такая потом такая резко идет меняется так ладно давай смотреть типа крашеная по косметике если бы мы не знали да давайте посмотрим так ну здесь действительно по косметике так здесь как бы похоже на косметику ну как бы старались переходик до сюда сделать наверное здесь вот пылина мусорина сидит вот ее видно кратерочек так в остальном же здесь шагрень такая здесь такая цвета разные так здесь еще один кратерочек так ну это ладно что я придираюсь так 190 давай смотреть так 170 что было с этим крылом так здесь все у нас красиво здесь вот должно быть вообще тоненько так 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 арочка да возможно наш у нас арочка что-то было с арочкой стандартная проблема давай смотреть ох ты ни хера себе стандартная проблема вот так вот тебе и стандартная проблема вот тебе и косметика попытаемся самое злостное место и здесь тонна 200 так сейчас так вот здесь тонна 200 вот эта тонна 200 вот так вот закончила свое существование так здесь тонна миллиметр так в общем для того чтобы вам было понятнее вот меряю прямо вот это место 500 600 давай поближе вот здесь вот да вот она тонна 150 вот так вот ребят выглядит тонна 150 вот так вот как бы вам показать ну миллиметр есть да полтора миллиметра по идее или в микронах так вот здесь внутри все сгнило так вот выглядит тонна 150 при этом при всем открываем дверку глядим что мы видим мы видим заводское крепление не стронутые под капотом я там тоже посмотрел ничего тут не крутили здесь вот тоже ничего не кручено с той стороны подкрылок очень так все цивильно в машине так холодно кстати пробег на данный момент у нас составляет 130 тысяч все видят на 130 тысячах сиденье у нас будет выглядеть так вот как бы ну оно нормальное оно одинаковое по жесткости но единственное что вот это вот чуть чуть более так болтается часть ну и конечно она такая вот скукоженная материал поролон здесь вот какие-то блин неровности предстотел здесь тоже такие напоминают спиночка вполне ничего только грязненько по педалькам по педалькам угол достесан видно здесь угол острый так что у нас дальше интересного здесь все себя неплохо чувствует ручка хром на месте ничего не облезает видите все так руль 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 загорел и с него слезает кожура при этом руль позиционируется как кожаный вот он так вот такой вот раньше был вот такой вот теперь стал такие вот лохмотьи из него везде вылезают это блин дичь дичь здесь в принципе ничего такого я не вижу рычаг себя чувствую как он себя чувствует пластмассовый накладка хром на месте ничего не облезает так а у нас автомат так 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 машина у нас восьмого года вот она цифра к 8 видно да восьмерочка так ну да здесь это конечно тоже что-то такое было так сейчас посмотрим мусорянские 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 так вот дверь я сейчас буду сто процентов говорить что она будет в оригинале показывать вот так вот ребят вот вам и переход вот это просто тоненький слоец там лежит там лежит она так 101 так вот вам покрасили да 90 а вот так вот 50 по остальной машине 70 по остальной машине 70 а так 100 всего лишь на все переходик вот так он выглядит отличается цвет да светлый темный так дальше машина восьмого года резина у нас лето так что у нас тут интересного а вот восьмой год резина протектор так пардон протектор еще очень неплохо как новый возможно колесико стояло на запаске остальные колеса вот такие вот у нас некрасивые они же так же в кольте здесь вот торчит вообще без него корт так что у нас тут по а это не та сторона что у нас тут по году блять что такое что у нас тут по году так ага вот тоже родная резина выглядит она уже гораздо хуже полностью изношена ладно вот такой Opel меняем крыло заказал крыло три с половиной оно стоило оригинальное красненького цвета и занимаемся жопой погнали то есть и 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 Продолжение следует...